Чемпиона на кону. Айбио пояс у него есть, который он завоевал в предыдущем бою, в последнем. Итак, давайте смотреть. Сразу в атаку пошел Дима. Очень опасно. На встречу идут друг к другу боксеры. Но американец намного медленнее. Нужно заметить это сразу, с первых секунд. 16 лет разницы. На победу Чудинов, посмотрите. Причем на быструю победу, на очень мощный, сильный удар. Это всегда. Вот помните, Андрей, мы с вами сколько его комментировали еще тогда в США, когда он только начинал свою профессиональную карьеру. Разведки практически не бывает. Такая вот, как говорят, разведка боем может быть. Но он сразу идет вперед, сразу пытается сломить своего соперника. И вот этот правый удар, боковой либо... Это страшное оружие. Вот, посмотрите. Очень жесткие, очень жесткие, точные удары. На каждый бой он очень мотивированным выходит. Ну, бесспорно, он в США получил неоценимый опыт. Поэтому, я думаю, что ему драться здесь, в Москве, у себя дома, да еще с американским боксером, технику, и так, у которых он прекрасно знает, несложно. Брювер, вот мы заметили уже несколько раз, довольно опасно опускает голову, идет вниз. В предыдущих трех. Я вспоминаю нокауты Чудинова. Если это будет так, то это будет вечер нокаутов в печени. Я вспоминаю нокауты Чудинова, вы знаете, но поскольку они с братцами делали практически одинаковое количество боев, и все мы их практически вам показывали. Ну, вот я не помню, были нокауты по печени. Только вот сейчас, боюсь ошибиться, у Димы или у Федя. Продолжает гонять по рингу Дмитрия своего соперника, которому столько авансов дали, столько лестных слов сказали. Ну, вот я уже жду утра удара по печени, потому что все чаще и чаще Дима атакует оттуда. И вот несколько раз он попал довольно-таки сильно, я... Вот хороший левый боковой опустился в ход, чудом успел шею убрать голову соперника. Ну, вы знаете, на самом деле Чудинов атакует очень быстро, но его минус вот в этом раунде он бьет без подготовки совсем. То есть он не делает финты, он не маскирует начало удара. Да, он просто идет вперед и пытается сломать. Александр Ягупов, так же, как и в предыдущем бою... Менеджер, боксер. Секундирует Дмитрия в углу, опытный наставник, ему есть что подсказать. Ну, в какое-то время у Ягупова и у его компаньона собрались все ведущие российские спортсмены. Было такое, да, лет 7-8 назад. Ну, даже меньше. Второй раунд, давайте смотреть. Напоминаем 12 раундов. На кону звание чемпиона паназиатского боксерской ассоциации. Вы знаете, вот закончился первый раунд, начался второй, и я несколько большего ожидал от американского боеца. Тем более, в последнем бою он выиграл у отнюдь не новичка, у очень хорошего боксера, у Асуаму Мадаму. А вот смотрите, что сейчас делает Чунино. А, он проиграл, простите. Секунданты очень грамотно подсказали и поправили боксера. Российского боксера. Он рукует уже не просто, вот так вот, одиночными ударами, без подготовки, а сейчас, хотя бы, двойки и тройки. Это более действенно, более эффективно. Потому что, если от одного удара еще боксер может уйти, то от второго уже будет сделать очень сложно. Ну, все чаще и чаще удара расчет, достигают цели. Да, и потом он хорошо в ногах работает, хорошо мешает, вы знаете, площади передвижения своего соперника. Ну, вот публика в зале собирается, я просто вот осматриваю зрительский зал. Ну, еще после этого боя два главных поведенка, ради которого, собственно, затеяно. Здесь очень много знаменитых людей и, если так можно выразиться, кого здесь только нет. Ну, все прекрасно у Чеддинова с защитой. Только вы сказали это, он пропустил здесь сильный, но... Ну, он легкий. Чеддинок атакует почему-то в лоб. Он постоянно бьет чуть выше от глаз. Верхнюю часть головы очень сложно накопать, поэтому ему нужно как-то вот целиться в шею, чтобы попасть под бороз. Да, нелегко сейчас. Грейди. Нелегко, но опыт, вы знаете, великая вещь. Он знает, как... Живучий. Живучий. Живучий знает, как немножко связать, как немножко сбить темп. Все это он убит. Но дело в том, что даже это ему, по идее, не должно помочь, потому что если поединок перейдет в поздние раунды, там-то лучше. Физическая подготовка и молодость, должно сказать. Конечно. Именно туда. Они ведь в какой-то момент могут накопиться, и просто-напросто печень заболит. Ну, переключился он на второй этаж. Ну, потому что печень, это была Россия-Колумбия. Там была. Здесь другие цели. Правильно. Другой сценарий. Забавные сегодня у нас девочки. Карт-Гелл. Карт-Гелл, да. Карт-Геллс. Такие зайки. Да, вы видите на повторах, сколько ударов пропустил, но не до конца точных. Через защиту. И потом он умеет вот в последний момент чуть-чуть так голову в сторону. Ну, это американский стиль. Конечно, это мучает с самого начала. Шаги так же, как туловище. Как корпус. Колумбийцы не успевали убирать печень в сторону. Американец умеет делать все. Даже тот, который выходит оппонентом. Неплохо. Все откровеннее, откровеннее. Микрин знает каждый раунд. Ну, такой прессинг идет. Он не скрывает его. Это психологически, конечно, тоже действует. Сейчас он начал уже пытаться обманывать. Понимаете, вот это нужно делать в первую очередь. Потому что, ну, терпеливый боксер. Но не сбил он его в двух раундах. И сложно очень будет сбить его и последних раундов. И даже во второй части поединка. Поэтому нужно обманывать, хитрить. Наносить больше ударов. Лучше нанести 2-3 легких удара, чем мощный. И вложить все силы в него и промахнуться. Но американец уже перестал шутить. Есть у Чудинова неплохая комбинация. Когда он корпусом ухвал, а потом правым через руку бьет очень резко. Ну, возможно, возможно, вот когда он с братом уехал в США, наверное, они сделали рано. Они еще не созрели, как такие первоклассные боксеры. Нет, ну, Дмитрий Чудинов уже был в сборной долго. Но он сидел под Матвеем Коробовым. У него как не мог прорваться. И вот поэтому вторым номером в сборной. Да, Федору, конечно, гораздо меньшего достиг на любительском ринге. Но проявил себя очень ярко в самом начале. И вы знаете, бытует же мнение то, что чем меньше влияние любительского бокса, тем быстрее и тем больших побед может достигнуть боксер на ринге. Но представьте, боксер еще не добился больших титулов, больших золотых медалей. И его тут же увезли не просто в профессионалы, а в другую страну, в США. Ну, за это мы и полюбили тех двух боксеров, Федора и Дмитрия Чудиновых. Узнали и полюбили. Ну, мне кажется, что Дмитрий мог сделать со соперником все, что он захотел уже в раунде во втором. Вот заканчивается третий раунд. Ситуация меняется. Не собирается сдаваться Брюер. И все хочет, пытается, как бы, закончить поединок Дмитрия. Ну, что Грэдди Брюер очень опытный боксер. И его выручает... Ну, извините, пожалуйста, он получал турмаки от таких великих звезд, больших чемпионов мира. Поэтому сюда он приехал и вышел в ринг, даже нисколько не боясь. Главное, отстоять для него. Он уже понял по первым... И почувствовал своего соперника. И понял, что победить будет очень сложный, даже нереально. Главное, отстоять и все. Он сделал себе имя на профессиональном ринге и на телевидении, когда выиграл второй сезон вот этого шоу-претендент, которое... Да, что это такое? Все, отказ. Отказ со стороны американцев. Странно. Ну, да. Так вот, скоропостижность. Травма какая-то. Закончился этот бой. Ну, нам сложно гадать, что же произойдет. Травма какая-то может быть. Потому что особых потрясений, ударов сильных он не пропустил. Не было нагдара. Несколько раз очарован Дмитрий Чудинов. Ему хотелось яркой, убедительной победы, как и в предыдущих двух боях, которые были очень красивые. Но здесь вот так неожиданно соперник отказался. Разочарован, разочарован Дмитрий, что делать? Для того, чтобы потом четко анализировать, чтобы четко анализировать...